Добрый день, уважаемые зрители! Добро пожаловать на мой канал! Меня зовут Юлия, кто впервые. И я, как и все, начинаю дачный сезон. Да-да, февраль уже заканчивается. Пора тут уже все изучать, все доставать и заниматься, начинать заниматься посадками. Кто не в курсе, в 2021 году мы с мужем купили участок 10 соток. Долго решались, но все-таки взяли ипотеку и купили участок. В первый сезон 2021 года мы смогли только забор самостоятельно установить. Соседи у нас не участвовали, и это очень дорогостоящее дело было огородить 10 соток. Ну а в прошлом году, в 2022, мы наконец-то домик. Нам поставили домик 4 на 6. Сразу хочу сказать, что у нас не дачный какой-то массив, не СНТ. У нас современный, наверное, у нас деревня считается, но это современный такой коттеджный. У нас нет таких вот у соседей посадок. У нас люди купили все участки для постоянного проживания, потому что они рядом с городом. А рядом у нас цивилизация. То есть у нас вот так вот никто не сажает там очень много цветов, парников. У нас люди строительством занимаются. Именно с этой целью тоже мы покупали участок. Не для того, чтобы там заниматься только посадками. Цель нашего участка была строительство дома. Но в связи с тем, что сейчас такие цены, мы смогли установить только пока временный домик 6 на 4. Ну а пока копим там или планируем, не знаю. Пока нет возможности заказать большой дом. Ну посадим какие-то вот огурчики, помидорчики, может быть. В этом году мы это будем делать впервые. Я активно изучаю вот свой справочник, который я заказывала на Азоне. Смотрите, какая толстая книга. Я как-то показывала. Сейчас я еще раз покажу. Вы знаете, здесь так подробно написано на все времена. Здесь очень, правда, подробно. Нет никаких цветных иллюстраций. Внутри все черно-белое, но доступно все написано. Значит, в этом сезоне уже хотим что-то посадить. Постараться, во всяком случае. Сейчас так все меняется. Сегодня одно, завтра другое. И хочу поделиться, что же я купила, что я тут насобирала, что у меня будет к посадкам. Ну и хочу начать, наверное, с грунта. Буду заниматься этим впервые. Что хочу сказать? Буду пробовать. Но дело в том, что у меня нет возможности где-то все это расставлять. В квартире нет таких мест, где можно выращивать рассаду. Связано это с тем, что у меня дома кот. И наш кот нам не дает в квартире иметь какие-то цветы. Тем более вот такие растения будущие, саженцы вырастить. Потому что он просто, что-то, например, цветок поставишь, через секунду кот уже сидит и ест все это. А ему нельзя, у нас кот аллергик. Поэтому у нас в доме всего один цветок. Он прямо вот в таком месте, куда кот точно не доберется. Там ему просто будет неудобно есть этот цветок. Но вот я не знаю, буду пробовать. Нет возможности где-то. Какие-то специальные стеллажи я делать не буду. Если у меня не получится, то не получится. Значит, буду в открытый грунт уже с семенами, семечками высаживать то, что можно. Но купила вот на всякий случай, для томатов и перцев и баклажанов, купила грунт, биопочвогрунт, написано с гумусом, покупала в магазине Леруа Берлен. Вы знаете, я вообще не разбираюсь, что как и чего. Но благодаря моим зрителям, которые написали в каком-то комментарии, что вот эта гера очень хороший грунт, проверенный. Я увидела и взяла. И еще знаете, почему взяла в Леруа? Потому что мало его там было. То есть я пришла, а там каких только нет производителей. И вот этой геры было мало. То есть люди активно разбирали. Ну я как все взяла, а потом еще и прочитала, что это очень хороший почвогрунт. Взяла две упаковки. Они небольшие, по-моему, стоят 111 рублей. 10 литров. Ну как небольшая, 10 литров. Я думаю, что мне достаточно будет. Я вообще хотела одну, потом подумала, ладно, возьму две. Взяла две. Получилось очень бюджетно. Мне хватит. Сейчас я вам еще поближе покажу, что вот, кто может быть тоже хочет купить вот эту геру хворили. Это именно для томатов, перцев и баклажанов. Все остальное я, если буду высаживать, то буду уже, ну например, огурцы я не буду заранее проращивать. Я их буду семечками туда чуть-чуть вот хвостики, они там корешочки дадут. Я их буду прям в землю. Ну вот получается, что мне хватит именно для перцев, а для баклажанов и для томатов. Это полноценный уже готовый почвогрунт. Ничего добавлять не нужно. Ну и вообще хочу сказать вот заранее для тех, кто, например, будет смотреть сейчас, позже, летом, как у меня все это растет. Я хочу сказать, что может быть я не настолько современна, но я из тех людей, которые вот не хочу использовать какие-то препараты. То есть вот я купила почвогрунт, и я вижу, что здесь написано, что это полностью готовый для того, чтобы вырастить рассаду. Потом я это все перенесу в землю. Кроме воды, земля, вода и мои саженцы, я больше ничего не буду использовать нигде. Я думаю, что нигде. Походу я, конечно же, посмотрю, но я считаю, что вот как моя бабушка выращивала, я не помню, чтобы она какие-то использовала химические средства, пакетики. Вы знаете еще почему? Потому что становится невыгодно. Грунт купи, семена купи, какие-то добавки купи, парник купи, землю завези, так как у нас там земли не так уж и много. Будем смотреть. И получается, вот честно вам скажу, что это вообще невыгодно, потому что все очень дорого. Это проще пойти, проще купить и выращивать, тратить на это время. Просто, знаете, ради развлечения, чтобы вырастить это. Но я к этим людям не отношусь. Если я вижу, что это экономически невыгодно, я не буду затрачивать время, я просто пойду это все куплю. Поэтому я вот решила, что я буду использовать только вот посадила и поливаю все. Я считаю, что у нас земля плодородная, потому что мы купили участок. У нас когда-то там были поля, поля, на которых выращивали. И земля у нас плодородная. Кто смотрел мой обзор, в прошлом году у нас выросли помидоры. Мы их не сажали. Вот томаты, несколько кустов. Конечно же, мы не ели, потому что мы там всякие химические обработки, борщевик травили. Но у нас очень плодородная земля с самосевом. Это кто-то когда-то, может быть, там какие-то шашлыки были, да, там какие-то семечки остались. То есть это еще с тех времен, да, земля вообще вот просто. И прям помидорки я показывала, кусты прям. И даже, представляете, никто рассаду не выращивал. Просто какое-то, видимо, семечко было, да. Все это выросло. Поэтому я считаю, что земля у нас отдохнувшая после вот когда-то, да. И она у нас хорошая, плодородная. Раз у нас так все просто самосевом, оно выросло. Значит, вот такой грунт. Ну, покажу только вот изготовитель. Написано Россия, Московская область. Здесь все указано. Ну, не буду тут уже показывать. Покажу, что я его купила. Я его купила и сейчас покажу, что еще купила. Вот такой у меня справочник большой. Кто-то как-то я показывала, спросил, кто автор. Вот я хочу показать, что здесь указано. Вот, 2020 года. Спрашивали, какой издательство. Вот, здесь, вы знаете, так подробно все здесь вот с этой стороны нужно посмотреть. Видите, содержание. Общий уход за почвой. Общий уход за растениями. Овощеводство. Садоводство. Вот виноградом кто занимается. Цветами. Как тут клумбы, как что это делать. Это очень, правда, интересно. Здесь я уже читала про культуры, про совместимость, тут и про болезни, про совместимость культур. Так как мы тоже должны, видите, распланировать. У нас там отделена зона под все вот эти культуры оплодовые. И я читала, ну, что с чем рядом мне нужно нарисовать схему, как мне гряды делать. И я читала, ну, совместимость, что с чем рядом будет, вот, планировка огорода. Не будем много сажать. Также вот я про болезни тут читала. Но какую-то вот планировку сделать нужно. Планирование. Мы еще раз перемерим зону посадок. Я вот прям вот либо в какой-то электронной вот автокаде, или где-то я сделаю схему, либо просто на бумажке, да. Не будем, мы, знаете, покупать парник, потому что это очень дорого. У нас парники очень дорогие. Где-то тысяч тридцать, наверное, будет парник, а то и больше уже в этом году. И ради того, чтобы, ну, в общем, вы понимаете, да, что это настолько дорого. Если бы мне на обзор, например, прислали на канал, тогда можно было бы, конечно, бы согласиться. Но никто не присылает. Канал у меня такой маленький. И, конечно же, нет возможности такие дорогие вещи покупать. Ну, буквально недавно в своих обзорах я показывала, что покупала кашпо в магазине Светофор. Это набор из трех штук. Был коричневый цвет, и вот такой то ли он белый, то ли светло-серый. В общем, тут серая такая крапинка. Вообще, хорошая вещь. Видите, какой поддон. Это я цветы какие-то. Вот некоторые цветы я все-таки посажу, наверное, для террасы, может быть, гладиолусы вот я купила. Но вот прям вот так, чтобы много, а все в цветах, вы знаете, я прям не цветовод. Я это не люблю. Для меня цветы должны расти в парках. А на моем участке у меня должны быть только плодовые. Муж совершенно поддерживает меня. Он тоже не очень эти цветы любит. Я когда купила цветы некоторые, он стал спрашивать, что куда. У нас там, понимаете, тоже планируется же когда-то строительство, чтобы сейчас вот не было такого, чтобы потом какие-то растения погибли. То есть на максимум мы сейчас не можем что-то там планировать. Высадки какие-то, те же цветы, если, например, они только однолетние. Ну, чтобы потом это не мешало строительству, если мы и надумаем строиться. Вот, это вещь хорошая. Потом, если вы будете смотреть, я, наверное, на террасе где-то поставлю. В магазине Фикс Прайс я купила вот такие корзинки. Вы знаете, я еще подумаю, куда их использовать. Вообще, когда я покупала, я их планировала, что я их тоже куда-то повешу на улице, наверное, для цветов. Потому что были версии, что они будут красиво смотреться, если посадить в них цветы. Вообще, эта корзинка универсальная. Не написано, что это на дверцу. Это вообще какой-то органайзер для хранения 19 на 16 из полипропилена китайского. Как он поведет себя на солнце, я тоже не знаю, да? Потому что, ну, может быть, там лопнет, треснет, понимаете? Ну, всякое может быть. Вроде как обычный материал такой, да, наверное, как и вот этот. Во всяком случае, сейчас я их купила три штуки и их активно использую дома. Я вам говорила, что они прекрасно вот так вот подвешиваются. У меня сейчас вот около кровати такие висят на перекладине. Очень удобно там. У меня просто нет вот этих тумбочек, я не очень люблю. И у нас вот, ну, можно наушники там, телефон положить, еще что-то. Есть где повесить. Либо можно докупить, либо просто вот эти. Подумать можно их для цветов тоже использовать. На забор куда-то, да, на какие-то перекладины их можно. Если, конечно же, вот, достаточно будет вот этого, вот этой ширины куда-то это все прикрепить. Я купила, а пока вот отложу, придумаю. Также многие сейчас покупают лук-сивок. Кто-то говорит рано, кто-то не рано. В феврале дело в том, что если не купить сейчас, то потом он будет либо дороже, либо его не будет, либо, ну, то, что нужно, не будет, да? Значит, мы с вами смотрели в светофоре лук-сивок крупненький. Большинство написали, что он, ну, подходит только на зелень. И я купила в фикс-прайсе дорого, как мы с вами, да, посмотрели. Я купила в Семишаков. Вот у нас в Санкт-Петербурге, кто живет в Ленинградской области, сеть Семишагов, это как Пятерочка, как Магнит, Дикси. Вот магазин Семишаков. И там в отделе овощей продается сивок. Я повыбирала, то есть я вот так вот в магазине не набирала. Я прям вот по одной. Выбирала специально помельче. Вот мне написали, что Юля, выбирайте помельче. Я купила дважды. Дважды была, когда в магазине, я купила дважды. Что хочу сказать. Лучок-сивок, он хороший, он сухой. Он у них даже в магазине вот такой весь сухой лежит. И, ну, не то что споры. Многие пишут, как его хранить. И действительно, я вспомнила, что не нужно его класть в холодильник, как многие пишут. Он просто в обычной комнатной атмосфере должен храниться. Но единственное, он должен быть сухой. В магазине он был сухой. Я никаких там не увидела там запахов, плесени, сырости. Но я его просто вот так вот разложила, положила на подоконник. У нас в Санкт-Петербурге сегодня, например, день солнечный, так как у нас мороз там минус 14. А до этого у нас нет солнца. Ну, вот просто лежит на окне. Видите, вообще отличный сивок. Это уже второй раз. А вот это первый. Сейчас я высыплю, покажу. Ну, либо так, да, видно, что он хороший. У меня есть вот такие мешочки. Помните еще времена наших бабушек, а может быть и сейчас кто в своем доме, в квартире, я не знаю, в колготках капроновых лук сушили. Вот, я вспомнила свою бабулю. Она точно так же, вот у ней лук висел в этих колготках капроновых. Стрелки пошли, колготки непригодны, для лука пригодятся. У меня есть вот такие мешочки. Заказывала на сайте Любимый Василек. Здесь материал хлопковый, вы видите, да, ну, ткань дышит. Для лука вообще будет отлично. Я подумаю, хватит мне или не хватит, да, лука. Может быть и хватит, но куда столько лука нам? Куда столько, не плантации же. Вот, но во всяком случае хранится хорошо, запахов нет. Вот просто у меня лежит этот лучок и на кухне. На кухне у меня там место, где вообще все у меня вот это лежит, ждет своего часа. Лук я купила, вот я вам показываю, 199, по-моему, 189 стоит килограмм лук сего в магазине Семишагов. Также для этого сезона я в магазине Фикс Прайс покупала суперфосфат двойной. Я не знаю, пригодится мне или не пригодится. Я еще хочу позвонить в питомник. Так как мы сажали все наши деревья и кусты плодовые в июле, мы все это использовали при посадках. Это хватит нам до весны. Вот с весны нам тоже нужно какие-то удобрения вносить. Я потом попозже, наверное, они сейчас не работают, питомники-то в феврале, да? Уже ближе потом, когда снег сойдет, я позвоню, уточню, какие именно вот, чем, ну, какие удобрения нужно вносить. Это я купила, пусть будет 700, вот фосфор, азот здесь. И купили мы, еще покупали осенью, но покупали для этого сезона. Это овсяница луговая, это наш газон. У нас весь газон это овсяница. И еще я показывала, был у меня пакет такой бумажный, ну, примерно вот такого размера, как почва вот эта. Мне прислали на обзор как-то. Мы посадили, там такая схожесть хорошая, но там смесь разной травы газонной. Но она вся зеленая, то есть там никаких цветов, то, что нужно. Это мы, вот, есть у нас такие пробелы, как говорится, проплешины. Нужно пройти обязательно, как только вот снег сойдет, пока земля влажная. Вот, потому что овсяница очень долго всходит. Месяца два, вот чтобы она такая прям густая была. Кто на моем канале тут видел, что сначала у нас были разочарования, а потом полный восторг. Как и написано овсяница, первый год не очень, а потом она прям такая густая. Овсяница очень хорошо вытесняет всякие вот, всякую траву ненужную, сорняки, слово забыла. Плюс у нас там борщевик, тоже может быть как-то это все. В общем, нам нужно подсеять. Вот такая упаковка, 500 граммов написано. Быстро растущий, засухоустойчивый, значит, всходы появляются на 12-й день. Обильный зеленый покров. Ну вот все будем, как обычно, сеять. В общем, это мы купили, по-моему, на озоне заказывали. Обязательно понадобятся перчатки, поэтому еще в прошлом сезоне я запаслась этими перчатками. У меня они есть. Вот эти я покупала, вы видите, в фикс-прайсе, да, маленькие. Они хорошие, но тоже их нужно менять после каких-то работ. Тоже вот это стирается покрытием. А вот эти я покупала в магазине Доброцен. Они, по-моему, по 40 с чем-то рублей были, еще дешевле, чем в фикс-прайсе, поэтому я взяла 5 пар. Так они у меня в пакете лежат, вот как принесла из магазина, так они и лежат. Но я это покупала вот тем летом. Вот набрала, так как у меня еще из фикс-прайс были, из других магазинов, поэтому для этого сезона у меня перчатки есть. Также я покупала в Доброцене, буквально, ну так вот, прямо скажу, за копейки, вот такие распылители 2. Но пока их еще никуда не применяла, так как были. От каких-то средств оставались, ну не было надобности, но очень прям совсем дешево, даже не помню сколько. Может быть 15 рублей, 20, но не более. Пригодятся распылители вот эти. Вот эти палочки я как-то показывала, еще пока их никуда не применяла, но я их покупала в магазине фикс-прайс. Это бамбуковые опоры, 40 сантиметров. Их здесь очень много, 50 штук одна упаковка, 50 другая, бамбуковые. Сейчас они тоже продаются в магазине фикс-прайс. Они есть вот такие натуральные, есть зеленые. Такие палочки можно по назначению использовать бамбук, да, вот видите, при подвязке. А можно их для творчества использовать, тоже пригодятся. Поэтому если вам нужны, в фикс-прайсе они продаются. Ну и также хочу показать, как-то мне на обзор присылали садовые товары из магазина «Порядок». И я там заказывала вот такой горшочек. Никуда еще его не использовала. Хочу в этом году вот придумать из керамики, да, кашпо, цветочный сад, литр 100, 12 на 11. Здесь такой рисунок красивый, деревенский. Как раз таки подойдет. Отверстий здесь нет. Дома никуда не применила, так как я вам говорила, нет у меня дома никаких растений. Кот мой категорически против, ему нельзя. Ну и хочу поделиться, есть у меня семена. Какие-то, так как я в прошлом году никаких посадок не было, я покажу. Я только, ну вы видели, да, только у меня зелень была, салат, укроп и петрушка. И я купила еще в этом году некоторые пакетики. И в том числе я купила цветы. Ну и начну вот с этих цветов. Эти цветы вроде я в фикс-прайсе купила. Вы знаете, в фикс-прайсе очень бюджетно. Написали, что хорошие, схожесть хорошая, цветы хорошие. Поэтому, ну, купила. Вообще я подбирала, не хотела, как я вам и сказала, сажать много цветов. И если сажать, то какие-то такие цвета, которые вот не все подряд. Например, я купила гладиолусы, да, в светофоре. Я взяла розовые. Но вот теперь я думаю, зачем я взяла розовые. Лучше бы я взяла какие-то желтые, либо белые, да. Потому что все-таки какой-то стиль должен быть. Вот я не люблю так вот. Как вот, смотрите, на книге все цвета радуги. Мне так не хочется на участке. У нас там все зеленое. Забор у нас коричневый. Внутри он у нас белый. Дом у нас тоже такой сливочный. Поэтому, ну, конечно же, розовые мне не хочется. Вот это я купила, но буду смотреть, высаживать или нет. Здесь от 3 метра, то, что, по-моему, мы обсуждали, да, все оно такое будет, вьющиеся. И здесь вот написано, что апрель-май. Апрель-май. Таких пакетиков я взяла два. Вот, в плане того, что вьющиеся это все будет. А потом я взяла вот такое растение. Матиола, вечерний аромат. И все прям в таком восторге. Но, честно говоря, вы знаете, если днем все это будет закрыто, все цветочки, ну, я вот ароматы как-то, я спокойно отношусь. А некоторые написали, что прям в восторге. Ну, подумаю. Потом про многие цветы написали, что там они разрастаются. Потом от них не избавиться. Теперь я вообще думаю, нужно ли сажать эти цветы, чтобы потом мне думать избавлюсь. Я не как сорняки начну, да, вытеснят у меня там все. И у нас, знаете, еще такие витра бывают сильные, что эти семена разлетятся. Потом у меня по всему участку будут в непонятных местах. В общем, я в сомнениях. Вот эти цветочки я купила тоже, конечно же. Тоже апрель-май. И здесь, видите, прямо на улицу их нужно высаживать. А здесь, я так поняла, в парник. Некоторые, конечно же, у меня нет возможности где-то высаживать. Кто занимается, вот его есть. Я имею возможность только вот когда потеплеет на улицу. И вот это я вам показывала тоже. 20 сантиметров. Это я хотела посадить либо в кашпо. Вот в эти, наверное, да, подойдут. Вот такая, видите, ну они такие кучкой растут, белый ковер. Как-то я подумала, что может быть сюда, либо вот сюда. Как-то их можно придумать. В общем, таких я взяла три. Они мне понравились, что они такие простенькие. Хорошие, простенькие. Еще про какие-то писали, что они еще и цветут не на первый год. Но здесь тоже, видите, апрель-май. А потом их пересаживать, что ли. Ну здесь все написано, я почитаю. Быстро разостающиеся такие листочки. Они еще и серебристые написаны. Значит, таких вот я еще купила, да. Потом, может быть, я докупала, ходила. Четыре, не помню. Сразу, не сразу. Вот это я купила в пятерочке. В этом году купила в пятерочке. Написано 19,99. По факту, по-моему, 25 рублей. У них не соответствуют цены. То, что на пакетиках. Это настурция. Что мне понравилось? Свет понравился. Такие цветочки. Мы любим оранжевый цвет. И они очень ярко и сочно будут смотреться. Высота у них будет 40 сантиметров. Они однолетние. Вот такое, представляете, поле. Но опять-таки, вот в кашпо, вот в эти, да, можно в горшки посадить. Я не знаю. Апрель-май. Будем с мужем обсуждать. Потому что вот просто так тоже мне не хочется. А вот эти, смотрите, какие оранжевые. Я купила в магазине ОК. У нас гипермаркет ОК. Там одел. Это вроде как эта же, да, фирма. Смотрите, разные магазины. Русский огород. 20 сантиметров. Они однолетние. Вот такие яркие я люблю. Но, чтобы их куда-то посадить в горшочек какой-то. Между цветочками 20-25. В мае их нужно сеять. Я думаю, что они и так вырастут. Смотрите, что купила. Подсолнечник хочу посадить. Не знаю, выросли бы из обычных семечек. Наверное, бы выросли. Но на всякий случай я недорого. Стоит, по-моему, рублей 15-17 семечки. Вот обычные семечки, которые мы в магазине покупаем. Выросло, не выросло бы. Здесь написано, что сеять нужно в мае. Этот вариант вообще мне очень подходит. Потому что прямо на участке сеять. Никакие парники не нужны. У меня парников нет. Дома мне проращивать тоже негти. Поэтому вот это мне подходит. Много. Потом, когда буду высаживать, я покажу. У нас у соседей через несколько домов росли подсолнухи. Один прямо у них то ли семечка упала прямо на въезде. Ой, огромный такой подсолнух вырос. И я буду сажать несколько. И в каких-то таких интересных местах, да, чтобы потом это было ходить. Чтобы там вдоль дорожки или как-то, чтобы это было красиво. Это я купила в этом году. Ну и также была в магазине Leroy Merlin. Там такой огромный садовый отдел. Очень много тоже вот таких пакетиков по разным ценам. Конечно же, в фикс прайсе самая низкая цена. Там 8-9 рублей. Во всех других магазинах. В Leroy, там, в Максидоме, Ашане. А все это значительно дороже. Там уже пакетики и по 15, и по 17, и по 25, и по 45, и по 50 и выше. Значит, на что я обратила внимание. Что очень многие брали вот такие пакетики по 3 рубля. То ли 3,90, то ли 2,90. В общем, 3 рубля цена. И я тоже взяла. Я считаю, что это обычные семена. Я еще уточнила у женщин, которые тоже набирали. Я говорю, а как в таких пакетиках? Говорят, вообще отлично. В прошлом году брали, довольны. В общем, набирали тоже. Но, естественно, 3 рубля и выгодно купить. Значит, что я взяла. Свекла столовая. Свеклу мы любим. Здесь написано, что полностью до спелости 100-110 дней. Круглая, гладкая. Если вам понравится, тоже смотрите. И до 26 года. Значит, это свекла. Две взяла. Вроде как там много. Свекла хорошо. Свеклу мы любим. Вы знаете, у нас даже сейчас вот свекла. Январь-февраль. Да, вот февраль сейчас уже скоро заканчивается. Я посмотрела в магазине Семишаков 20 рублей. То есть, это настолько бюджетно. Но, по-моему, в прошлом году, когда вот эти все изменения с ценами были, свекла стоила 100-120 рублей. В этом году такого нет. Вот. Таких завышений нет. Редис хочу тоже посадить. Но редис не очень я люблю. Так-то мы едим, но посажу. Ну, вы знаете, мне кажется, он как-то обжигает желудок слизистую, этот редис. Мне он нравится либо, ну, вот просто в салате, либо окрошка там, борщ холодный. Муж у меня любит редис, но нам в какой-то период просто по состоянию здоровья мы лечились, нам нельзя было. Прошлым летом мы не ели редис, просто потому что нельзя. Здесь вот тоже написано, что корнеплоды будут округлые, красные. За 3-3,5 недели от всходов уже будут, можно будет собирать урожай. Значит, редис я взяла в 2 упаковке. Дальше у меня морковь. Вот морковь точно будем сажать, потому что морковь мы покупаем, мы ее любим. Значит, ну, в то же время, она и в магазине, например, сейчас вот зимой, вкусная морковь мы покупаем. Значит, она тоже недорого стоит. Вот если брать, которая немытая, мытая подороже, да, немытая. Ну, я к тому, что если что-то там не взойдет, все это доступно. Ну, хочется и свое. Морковь красная написано. Урожай за 100-110 дней. Кабачки. Вот я, по-моему, в прошлом году не покупала. Я сейчас посмотрю вот этот пакет. Кабачки. Хочу попробовать, но я хочу посмотреть, как их. Если их проращивать дома, не помню, тогда придется, наверное, проращивать, да. Вот. Перцы, баклажаны. А у меня только такой. Я больше не буду никакую землю покупать. Наверное, подойдет. Либо прям саму, да, землю. Цилиндрические, с белой кожицей. Две упаковки взяла. Вот взяла томаты, потому что в прошлом году, не помню, брала, не брала. Это уже цветы. Вот томаты. Томат сладкая парочка. Был всего один вид. Я решила взять одну упаковку. Может быть, какие-то докуплю. И томаты-то уже вроде как нужно сейчас уже начинать высаживать. до 25-го года. Состав вот указан. До созревания 85-110 дней. И вот из цветов еще взяла астру. Тоже какая-то цена, знаете, была то ли 2 рубля, но не более 3-х, по-моему. Кусты будут высокие, 50-75 сантиметров. Это вот сюда я поставлю. Значит, это я в этом году все купила. Вот эти семена у меня свежие. Ну и покажу, что я в прошлом году хотела посадить, но не посадила. Это горошек. Буду мужа спрашивать. Нужно вот это сажать? Мне нужно кориандр. Тоже, видите, такой пакетик бюджетный, да, какой-то кориандр. Значит, вот огурцы у меня есть. Я еще, помните, вам показывала, что я откладывала семена перцев. Сейчас я покажу. Перцы, когда покупала, хорошие перцы покупала, замораживала, брала семена. Почему бы их не посадить? Вот, чтобы не покупать. Сами по себе перцы были красивые, красные. Значит, вот у меня авторские сорта, гибриды. Огурчики вот такая. Дамский угодник. Примадонна вот такие у меня. Так, вроде все, да. Здесь вот базилик. Вот базилик мы очень любим обязательно. Здесь вот зеленый базилик. Лимонный будет аромат. Здесь у меня с прошлого года вот такие бархатцы. Вот это мне нравится. Видите, такие цвета красивые. Апрельмай, вот это цветочки. Еще вот календула. Цвет красивый я взяла. Вот эти, мне нравятся цвета. Так, вот у меня свекла с прошлого года. Это точно вспомнила. Покупала в Семишагов. Хороший такой, видно. Там внутри они такие толстенькие. В Семишагов тоже вот это все будет продаваться. Прям за копейки. Смотрите, тоже в отделе овощи. В прошлом году прям много коробок было. Свекла. Такой пакетик. Вот редис у меня еще есть. Видите, все есть. В общем-то, еще вот такие огурцы. Так, потом вот еще горошек другой. Этот воронежский, это другой. Это базилик зеленый. Трава не буду высаживать. Нашему коту это нельзя. У нас у него спецлечение. Базилика, смотрю, тут у меня много. Шпинат тоже попробую посадить. А наш любимый, это вот этот базилик. Вот, его нужно побольше посадить. Самый вкусный, это вот именно вот этот базилик. Он самый ароматный. И вы знаете, он в дорогом магазине. Покупать в горшочках. Видите, сколько набрала. Базилик очень долго. Я помню, что он долго растет. Его надо... Так, в июне, да? Посадить. В июне. А в июле он уже вырастет. Вот еще зеленый в таком пакетике. Вот редис у меня здесь есть. У меня, знаете, что нет? Томатов нет. Только томаты, получается... Томаты вот эти, которые я показала. Один пакетик где-то здесь. Вот. А их нужно уже высаживать. Значит, мне нужно докупить томаты. Ну и хотела еще показать, что я в течение осени, зимы собирала вот эти стаканчики. Сколько получилось, столько получилось. А в чем я буду это все выращивать? Я никакие специальные там... Такие вот черные не буду покупать. Я считаю, что можно использовать то, что есть. Стаканчики тут разные. Ну, вот обычные маленькие. Потом вот из-под сметаны такие. Вот в этих вообще будут, мне кажется, прекрасно. Вот перцы, томаты. Вот этот даже из-под какой-то зелени. В общем, стаканчиков тут много. Вот, даже доставать не буду. А потом вот этот торт мы покупали несколько раз. Тоже я решила оставить. Вдруг либо прикрыть, либо можно, знаете, прям вот... Вот. Прямо в этой можно, да? И даже вот эту я оставила. Вдруг пригодится как-то накрыть. Я не знаю, пригодится, не пригодится. Я на всякий случай все это оставила. Также вот такие. Это не из-под какого-то мяса. Это что-то типа, знаете, из-под шампиньонов, в которые пластик не впитал никакие запахи. Ну и вот такие тоже лотки. Эти вообще хорошие. Вот эти, да, тоже из-под чего-то. Пирожные, да, или что-то такое было. Я уже и не помню. Что-то было. Вот такие закрытые. Несколько штук. Их тоже можно как парничок использовать на первое время. А у меня немного, потому что я сажать буду немного. У меня, повторюсь, негде это все хранить. Даже не могу представить, куда мне это все поставить после посадки, чтобы у меня кот это все не съел. Очень куда-то высоко. А вот я говорила, видите, я подписала перец ласточкой. Семена я брала в августе, в сентябре, когда замораживала. Очень хорошие, мне кажется, хорошие семена. Еще у меня есть вот это. По-моему, в ленте давали. Сейчас открою, покажу. Что-то, да, нужно было в ленте купить. Они давали вот такие штучки. Вырасти с лентой. Вот смотрите, здесь вот если открыть, здесь семена. Вот это я уж только что посмотрела. Думаю, что это такое, хоть вспомнить. Рукола, видите, вот они. Семена. У них только приклеили как-то. Семена руколы. И здесь у меня все вскрыты пакеты. Капуста брюссельская. Уж не знаю, вырастет, не вырастет. Так, что тут? Это тоже брюссельская. Здесь подписано просто. И это брюссельская. Получается, три брюссельская и одна рукола. Это вот нам в ленте давали. Вот такой сегодня я сделала обзор. Поделилась с вами, что я уже тоже буду начинать подготавливаться к дачному сезону. Сама только что все это достала. Заранее ничего не смотрела, не готовилась. Ну и как раз таки поняла, что для того, чтобы мне посадить томаты, перцы, баклажаны, мне нужно просто еще купить семена. Семен у меня, как оказалось, нет. Срочно буду покупать, потому что уже вот на этой неделе мне нужно все это делать. Грунт я пока не открываю. Открою, когда буду высадки делать, да, вот эту рассаду. Значит, как я буду просто земля в стаканчик, либо вот в эти, да, подумаю. И все, водичкой буду поливать. И мне нужно самое главное искать место, где я буду все это ставить, чтобы потом это все наблюдать, поливать. В общем, нужно что-то будет придумывать мне в квартире. На каких-то, видимо, верхних полках у меня никакого такого супер освещения нет. Если получится, то получится, если не получится, ну, что делать, у меня нет условий, чтобы все это выращивать. Спасибо, что вы посмотрели. Хороших вам тоже посадок с началом вас сезона вот этого огородного, дачного. Знаете, главное не болеть, быть здоровым. Как-то стараться быть на позитиве. Не всегда так получается, как мы все хотим. К сожалению, у нас тоже одно планируем, потом другое. И действительно тоже не всегда все получается. Я надеюсь, что в этом году что-то мы посадим. Хотя у меня совершенно есть другие планы. Я хочу выехать на какой-то период, да, из города. Получится, не получится. То есть что-то у меня будет с посадками. То есть, ну, не всегда же сидеть на одном месте. Хочется куда-то двигаться. Есть какие-то планы, куда-то съездить. В общем, пока буду идти. Ну, нужно посадить, я посажу. А там уже как все это получится. Всего доброго. Хорошего вам всем настроения. Удачных посадок. До следующего обзора. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова